здравствуйте всем часто 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 меня люди особенно садоводы спрашивают а покажите что нибудь мол из бонсай я не бонсаист я а бонсаевую деревья поэтому многие это не понимают и думают что это что-то страшное противозаконное но в очередной раз хочется показать на этот раз на примере облепихи она хорошо размножается у меня ее тут извиняюсь за бардак сорняков много разной всякой на ней я практикую скажем так и вот например один из вариантов сейчас уже немножко запущены но вот посмотрите какие можно получить кончики каждой веточки интересные то есть эти малыши когда и свисают вот эти вот старые листья вниз вообще красота конечно ну во всяком случае по моему извиняюсь я здесь просто давно не был вот и получается она вот так вот необычно выглядит то есть процессе что я делаю как правило вот где не нужно вот вырастают листья это нужно контролировать то есть это все вручную легко убирается вот тоже свежие веточки она пошла давать это мне не нужно здесь конечно же я просто снимаю это все дело убираю вот тоже самое здесь то есть контролируется процесс и дерево продолжает радовать удивлять взгляды и просто-напросто многие могут не понять что это такое что это здесь выросло непонятно то есть вот такой вариант возможен тоже интересно смотрится то молодая веточка ну а те которые постарше вот вот самый наглядный пример вот длинные листья остаются потом вылазит свежая веточка и вот какой-то период времени можно это вот наблюдать вот здесь уже немножко запущено что я потом делаю я просто удаляю все вот эти вот нижние дерево абсолютно не стрессует после этого не страдает никакое в принципе не было у меня никогда такой вот фигни так сказать чтобы она прямо ох застрессовала и померла нет вполне нормально это все контролируемо вот видно новенькие свеженькие полезли вот молодые веточки вот так вот интересно смотрится то есть необычно вроде как и наиву чем-то смахивает а потом понимаешь что новую листью на тоже не его вылезти и вот как бы такая ситуация вот запущенный вариант тоже просто убирается это все что нет ну тут нужно как я делаю я просто в голове рисую картинку глядя на дерево то что вижу то что хочу увидеть точнее вот и не упускаю эту картинку просто напросто начинаю строгать дерево тут главное не мешкать потому что начинается ой жалко ой а здесь такой новенький ой 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 это неправильно как и неправильно вот допустим две вот такие веточки параллельно по идее вот эту нужно нижнюю убирать отсюда то есть я его делал если вот сверху на него смотреть такого формата то она как бы полукруг собой представляет хотя конечно лишних веток здесь море примерно такой же вариант вот допустим вот если с дороги женой два года назад я его каждую весну когда купаться ходили наблюдал то черемуха что она растет и подумал чего на дерево пропадает вот как вот возле дороги не знаю пылится там мы его пошли выкопали тот год она никаких признаков жизни толком не подавала а вот в этом году пожалуйста она даже цвело много украшений довелось сделать из него но он также используется для декорации и то есть вот ему в процессе придаю форму если какие-то веточки отмирают я их не выбрасываю не уходят в работу опять же а вот с росточками это вообще уникум получается блин не хочет фокусироваться но не суть тоже вот такой формат почему нет работяги тут на заброшенном участке что-то ковыряли там сломали бедную калину я ее подобрал было просто палка немножко придал форму вот пожалуйста вот такие пучочки на будущий год она еще краше будет где-то вот отмирает это все конечно же срезается процессе в общем ничего особенно в этом нету тут главный интерес мне вот это интересно заниматься обонсаивать надо тут надо конечно работать и работать и полоть вот сегодня приобретение у девушки александра спасибо ей за это чудесное дерево по хорошей цене это айва насколько понимаю японская надеюсь конечно вот я уже его обонсайл это все в работу пойдет вот в индонезию поедут видео украшений виде серик из листиков то есть вот я это не выкидываю обонсайл пока в каком формате то есть ничего особенного чтобы дерево сильно стресс не испытывал она уже его испытывает в принципе но чтобы сильно его не губить я просто срезал кончики срезал рогатевшие ветки оставил пока вас цветочком как это не странно один цветочек здесь записался посмотрим может раскроется может нет вот кончик срезал которые вот на сакуру у меня залазили то есть вот самая длинная в общем-то ветка в принципе даже можно проводить укоренить ради эксперимента вот собственно говоря и опять же я уже снял ролик сейчас повторяюсь вот когда ветки вот так вот соединяются вместе здесь проще простого при помощи проволоки при помощи за привязи и привязывания как я с клёном сделал передать ей форму какую вам нужно то есть и все и вы это дерево формируете вот эта ветка вот будет однозначно формироваться если не удалиться вот эта ветка если не удалиться она здесь конечно пока никак не вписывается но посмотрим то есть тоже ей можно придать любую форму абсолютно сакури я буду точно также вот придавать на будущий год форму как мне нравится чтобы она пошла такая извилистая вся вот то есть наглядные примеры кому интересно но сейчас конечно знаю многие пугаются писали мне комментарии вот здесь вот сосенки обычные дикие вот им я придал форму как видно они нормально зажили прижились если бы не сорняки после дождей конечно вот это вот тестовая моделька оставил только одну веточку принципиально вот такой вот ей корявистую форму придал в процессе у меня есть идея если все нормально она ветки пустят на будущий год я сделаю декоративную из камней вот таких вот скажем так скалу и вот она будет по плану с нее свисать может быть я даже из цемента сделаю из бетона посмотрим а это растет себе спокойно да и все то есть вот такой формат также слива вот каждый год супруга ругается но я ее обонсаиваю такого формата дерево сотворяю то есть низ полностью голый ветки я вот стянул вместе вот эти вот дела я удаляю каждый раз как вижу что они вот прямо лезут и лезут в этом году я вот не стал трогать вот эту вот часть потому что не до нее просто было но формально говоря то есть вот это все вот удаляется и получается вот такая вот для души особенно когда цветет это вообще классно вот такие шапки цветов получается нет потом она дает такую сливку интересную слива седобно то есть вполне это дерево вообще очень старая но от старых хозяев было очень очень и очень болезненно и поэтому как бы вот мне с ним тоже помучиться пришлось повоевать но тем не менее вот такое вот оно есть сливу я уже принципе урожай собрал где-то ее еще полно вот виноград здесь у нас тория ее правда не видно черный виноград очень старенький тоже знающие агрономов говорили удаляй выкидывай ну нифига старый это не значит у тебя на мусорку пора просто любить ухаживать следить и там винограда море просто море для семьи из четырех человек это более чем ну ладно слов к делу вот облепишка очень старенькая бедненькая сколько лет она тут уже живет она уже падает фактически в ней уже ствол я ушел как только не лечил но каждый год я ее обонсаиваю в этом году она выглядит вот так вот помолодевшая заново вот та вот ветка конечно возможно будет убрана посмотрим задача от заброшенного участка здесь вот чтобы она вернулась ко мне обратно в дом хотя вот винограды борзеют конечно дикарь называется встретился с культурным на хрена тебе это надо сам не знает вот видите конечно приходится срывать культурный подвязывать я обычно его формирую вот период сезон то есть придают ему положение скажем так как не опять же надо но тем не менее ему все равно не имеются в этом году особенно вот кстати по урожая это еще мелочи она еще конечно спеет ну вот тут просто море он очень старый но его там тьма вот это что показываю касательно бонсаек абонсаивания даже вот банально старая смородина черная смородина старая при старая формируя придавая ей форму такую абонсайную сейчас она уже конечно все цветает она например сам черную смородину я не ем как таковую она например меня радует молодыми пучками вот она такая вот старая длинная молодыми пучками листиков которые для соленья не нужны то есть вот соответственно вот я сюда пересадил на так называемую рабочую грядку и спокойно она здесь растет я формирую на ней же опять вот например облепишка она уже тут конечно как сорняк потому что укореняется где где захотит но я их пересаживаю периодически вот пожалуйста то же самое здесь вот она проволокой приданная форма вот такая вот интересная штука получается вот вот она уже вот эту форму приняла вот такого кольцеобразного а здесь веточку я специально загнул то есть вот таким макаром можно формировать положение куда вам нужно проволока удерживает через определенный период времени ее нужно убирать потому что очень быстро перерастает дерево вот получается такие декоративные кустики вполне себе вот в общем то что по этому поводу хотелось показать вот эту беду тоже формирую если формировать все время забываю название c c c ц не так не вспомнили ми сэсссса не помню короче на имена у мне память плохая на лица память фотогеничная но не суть каждый год я меняя форму например тот год вот это вот высокой дерется я и плел косичку И получался такой стволик косичкой И ветки Ох, такса бежит Дикий Красивый мальчик Вот А в этом году сделал ей пучок Она уже старенькая, как видно, стволик Там уже ого-го пережил экспериментов Вот, это помоложе Спирея, по-моему, да Если мне память не изменяет Вот Так что вот такие дела Сейчас пойду в мастерскую Подготавливать вот эти вот листья Вполне интересно для украшения пойдет А это беда для души Извиняюсь, беда, красота, конечно же Бедой я называю, пока это все еще Недалеко от картинки Которая у меня уже в голове родилась Что из этого будет выглядеть в итоге Как оно будет выглядеть Но это все на будущий год, конечно же Вот, стало быть Айвушку я уже давно мечтал, если честно Потому что у ней цветы обалденные Опять же, цветы Это я планирую использовать для работы Для электроформинга То есть эти живые цветы Это Александр, наверное, сейчас для вас больше объясняет Для чего и такое приобретение Вот, эти цветы Как вот сейчас листья, например Будут использоваться в декоративных украшениях То есть живые растения покрываются Гальваническим металлом Моя работа, то, чем я занимаюсь То, чем я живу, скажем так Поэтому вот Оно будет для таких дел использоваться Поэтому, вот, исходя из этого Я Айву давно мечтал, давно искал Спасибо вам И за цены доступные Пусть люди к вам побольше приходят И за качество Двухлетняя Айвушка Это вообще красота Ну вот, в общем-то, и все Такие вот дела До финиша могу закончить, конечно Что здесь у меня вообще Рос клён Ложнозибольдов Ну, а поскольку Поскольку ямки Соответственно, вот я выращиваю тут Самую разную экзотику Это спасибо Роману Нагуманову Тоже вот за вдохновение Вот На эту красную хреновину не смотрите Это мне жена подарила семена для работы Планирую использовать тоже Покрывать металлом Вот, например, клён Ложнозибольдов Который я сегодня вот сложил Альпийскую вот эту вот Грядочку, скажем так Пересадил его сюда Бог даст, приживется Здесь вот формирую сейчас Клен Канадский Вот такую форму ему придаю Вот это вот тоже Обонсаивание, скажем так Немножко такое Жутковато выглядит Но Он Жив-здоров Как говорится Слава Богу, звучит и пахнет Вот такой вот краснолистый клен Красавец Тоже это, в принципе, листики для работы Но сам клен для души Ну, это у нас Дицентра С Екатеринбурга Привезённая Конечно же, гинка Это для работы Для души Для здоровья Красавец Тоже Пересадил с того места Где сейчас Айва Вот такой вот дуб Красавец Астролистый У него потом по осени Всё жду Насладиться картиной Листья покраснеют Вообще будет красавец Дальше кто у нас ещё Он там спрятался Кедр Такой вот красавец Молоденький ещё совсем Вот Почему в таких тесных условиях Ну, опять же, как говорил Я это делаю для души Супруга всё ругается Они же вырастут 20 метров А я не дам им расти 20 метров Вот и всё Я буду их формировать Спокойно следить За высотой За состоянием За качеством Опять же, на примере Вот сливу до показывал Она тоже вырастает Ё-моё Но, однако, я этого не даю Вот и всё Каждый год формирую Вот, в общем-то Извиняюсь за бардак тоже Ещё газонку не включал Тоже вот здесь все экзоты Купленные у Романа Нагуманова Красавцы Вот, возможно, дождусь ещё и Для работы Опять же А, уже, наверное, дождался Она раскрылась Слава Богу Гортензия, красавица Она раскрылась Вот это да Не ожидал Ну, отлично Вот, гортензия Здесь планирую сделать ряд гортензий Прямо целиковую линию Такую вот гортензию Чтобы была стена прямо Вот здесь вот я сижу И наслаждаюсь Тоже своими руками Еле приволок эти глыбы Мраморные Уж не знаю Но больше меня весят точно Вот такая красота Опять светёт И снова пойдёт в работу Я её пока пустил вокруг скамейки Чтоб так Глаза радовало Может быть, сделаю Какую-то арочку Такая вот красота Ну, в общем, всего не показать Поэтому возвращаемся к кальпике К кальпийской ямке Вот, что имеем Так что, вот Что-то я много наговорил Ну, надеюсь, вам интересно Все, кто просили заснять Пожалуйста В общем, рекомендую всех людей К админа, которых я назвал К покупкам красивых, интересных Эзотических растений И самое главное По доступным ценам Такие цены доступны каждому Это 100% Поэтому дерзайте Пока-пока Всем доброго здравия Спустя несколько дней Ещё раз мне позвонила Александра За что я огромное спасибо И вот Привезла вот такую красоту Это ещё айвушка Уже покомпактнее, поменьше Вот И я её, конечно же, хочу Воткнуть рядом С крупной айвушкой Которую я приобретал ранее Вот такая красавица Цветочек всё ещё висит Ждём Может быть Бог даст и распустится Что-то не хочет камера фокусироваться Да ладно Вот такая вот красавица Вот сюда я хочу воткнуть Пусть будут в паре сидеть Уже вижу То есть картину такую Что у той маленькой айвушки Выходят две веточки Соответственно Это даёт мне Свободу Движений А движение, конечно, здесь Ограничено именно камнями Вот этим вот Ограничено в каком смысле Что тут сама, как говорится Суть велит Пустить эти веточки Придать информу Чтобы они спускались Вот туда вот немножко Но над этим будем работать Ещё соответственно Равно как здесь То есть пока немножко так вот Ну Бардачок небольшой Что вот Сакура Сайвой Смотрится может быть И неплохо Но Когда будет свистеть Не знаю Посмотрим Ну пока вот Всё нравится Всё идёт как По писанной картинке В голове В общем вот так вот Так-то сейчас её посажу И ещё сниму Вот уже мало стемнело Вот сюда я эту айвушку Воткнул Прямо вот С пачка Ну и на будущий год Уже будем работать С формированием В общем-то Даже я кончики У этой вот айвушке Трогать не буду Конкретно вот Для того, чтобы Они вытянулись Опять же Пошли в длину И дальше я уже Начну формировать Так сказать Передавать нужную форму Вот именно хочу И вот по этой вот Скайле так скажем Пустить Вниз Ну посмотрим Это пока вот такая Картина в голове В общем-то Всё получилось классно Идеально Фактически Большая Малая Тут ещё можно будет Какой-нибудь Декоративное Что-то забить Может быть Какой-нибудь бирюзу Сюда положу Из камней А может быть Напротив Что-то живое Будет тоже интересно смотреться Потому что Вот это место Мне не очень по душе Значит Надо Что-то Сюда Извиняюсь Что-то Что не будет выпускать Воду В то же время Будет красиво смотреться Вот Так что вот такие дела Айушки Сакура Яблоня Декоративная Такими прям Вишнёвыми Махровыми Цветочками Должна цвести Но это уже на будущий год Вот В общем Такие вот дела Поэтому Всем пока-пока Огромное спасибо Александре Очень рад знакомству По той простой причине Что Люблю людей Которые любят То, что они делают И когда вот это Действительно Приносит Такую вот Радость Удовлетворение Рад В общем Всем добра